Друзья, всем привет, Жуков Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Прежде чем начнем, сразу технический момент. Первый момент по поводу YouTube и колокольчиком. Нет, колокольчик, чертовой мать, все ей не нужен. Но наверняка вы замечали, что когда у тебя высвечивается в ленте, кто-то опубликовал новое видео, ты на него нажимаешь, и это видео оказывается опубликовано 4-5 дней назад. Я думаю, в криптовалютной теме это абсолютно неприемлемо, поэтому рядом с кнопкой подписаться есть колокольчик, обязательно нажимайте, чтобы получать выпуски вовремя. Также, раз уж начали с социальных сетей, я завел аккаунт в Инстаграме. Я, честно, не знаю, зачем он мне, но я думаю, это будет хорошая замена сообществу на YouTube и ордерам ВКонтакте. Разумеется, и там, и там я буду продолжать писать, но Инстаграм позволяет отправлять уведомления и позволяет, самое главное, обсуждать какие-то мои сделки, какие-то мои решения, соображения по рынку. Чего не позволяет делать Телеграм, собственно говоря, поэтому я его не завожу, я там не собираюсь вам говорить, сейчас покупайте, сейчас продавайте. Я с вами делюсь своими соображениями, это как бы кредо канала. Поэтому ссылку на мой Инстаграм найдете в описании, если будет неплохая активность, буду, соответственно, написать туда все свои какие-то экстренные соображения по рынку. Ладно, друзья, сегодня выпуск постараюсь не затягивать, прям очень-очень-очень кратко. Начнем, соответственно, с биткоина и далее разберем ситуацию по Альте. Начнем, соответственно, с предыдущего моего прогноза. Предыдущий прогноз на биткоине я давал на уровне 7700, вот где-то здесь. Соответственно, здесь я давал такой прогноз, что вероятнее всего нас будут откупать. Так оно и получилось, потому что уже тогда заливались объемы, плюс довольно неплохие стаканы были. Сейчас опять начинают отбивать этот актив, пошли выше, но единственное, что пока что не похоже, то, что мы сразу пойдем к уровню 8300. То есть уровень 8000 у нас был очевидный, но я еще предполагал, что вероятнее всего объемов сейчас начнут лить, ну, довольно большое количество, потому что еще сейчас как бы эйфория на рынке есть. И будут все-таки нас закидывать до уровня предыдущего хая, то есть это был уровень 8300, вот, 8300 там с копейками, 330. То есть, соответственно, планировал, что у нас будет некий штурм этого уровня. Разумеется, не будет у нас сразу он пробиваться, но его поштурмует и дальше, соответственно, мы с вами пойдем выше. Сейчас по биткоину рассмотрим две ситуации. Это будет краткосрочная, среднесрочная. Что касается краткосрочной ситуации, уже писал в Инстаграме, здесь надо очень внимательно обращать внимание вот на этот уровень 7950, 7900, потому что, в принципе, вот эту консолидацию мы с вами пробили, теперь надо добиться закрепления хотя бы 7950-8000. Соответственно, если мы с вами будем добиваться этого закрепления, то в краткосрочной перспективе, ну вот, правильно, да, 8200-8250 мы с вами должны увидеть. Пока что, анализируя объемы в стаканах, можно сделать вывод, что, вероятнее всего, сегодня-завтра этот уровень мы с вами удержим. Здесь нет таких огромных уж объемов на продажу. Вероятнее всего, все-таки, 8100, но 8100 очень-очень-очень вероятно то, что мы с вами увидим, ну и до уровня 8200. Пока что оверобъемов для того, чтобы пробивать уровень 8250-8300 у нас нету, но, думаю, вот выше этой консолидации в ближайший день мы должны будем поддержаться. Что касается ситуации более долгозрочной, хочу обратить внимание на то, что у нас с вами явный аптренд, также довольно большое количество и постоянно у нас... Вот не люблю эту тему, многие говорят, не люблю, говорят, поджатие, поджатие вот этого уровня. Поджатие, понимаете, оно на больших объемах и на фондовом рынке. Сказать, что здесь вот на каком-то оверобъеме у нас идет поджатие с дальнейшим пробитием, ну, довольно проблематично. Единственное, что здесь не проблематично сказать, что действительно, с какой стороны не разрисуй, здесь получается бычий сетап. И действительно, думаю, есть немаленькая такая вероятность, то, что нам все-таки подкинута эту эйфорию, учитывая то, что вот здесь, на этих уровнях, уже у людей появились сомнения, а не провалимся мы до уровня, соответственно, получается 6700, ну вот, до уровня, грубо говоря, 5500. Вот самая такая остановка 5500. Люди начали об этом думать, поэтому кто-то закрывает свои позиции, но стоит здесь крупному игроку закинуть за уровень, ну, хотя бы за 8500 здесь начнутся такие панические покупки, мама, не горюй. Поэтому краткосрочная рекомендация по рынку, наблюдать, вот как мы будем себя вести на этом уровне. Насчет покупок я говорил в прошлом выпуске, что вот эти вот зоны неплохие для покупок, собственно говоря, сейчас мы посмотрим это на Альте, потому что сейчас у меня основной актив Рипл, я довольно много времени трачу для того, чтобы его анализировать, поэтому сейчас особо не отвлекаюсь на другие активы, потому что именно основное количество депозитов у меня уже в Рипле. Ну и, собственно, последний момент, удержимся на этом уровне, 8200-8250 можем ожидать роста. Что касается Рипла, соответственно, в прошлый раз я увидел, что у нас локальный восходящий тренд преломляется, преломляется с подтверждением, и сказал, что очень высокая вероятность, что нам дадут закупиться, потому что, в принципе, уровни поддерживаются, да и Рипл такой актив, что даже если он просядет, то ниже уровня 31 цента он не должен будет просесть, потому что там, ну, очень серьезная зона поддержки, но про зону поддержки чуть-чуть попозже скажу, здесь довольно важный момент. В общем, я тут набрал все ордера, то есть вот здесь я все откупил, у меня здесь было более 30 ордеров от уровня 40 центов до 35 центов, и, ну, вот везде у меня были закупы, и, в принципе, даже если сейчас брать средние, у меня уже сделка в плюс, но цели по Риплу я все-таки рассматриваю от уровня, ну, вот хотя бы 45-47, то есть, как я уже обозначал, посмотрите предыдущий выпуск, в принципе, вообще по-хорошему, первая точка фиксации части прибыли, это уровень 47 центов. Если рассмотреть данную ситуацию со стороны распределения, ну, не очень похоже, потому что распределение немножко по-другому, распределение это обычно вот такой вот рост, да, и дальше одной свечой вниз, то есть, грубо говоря, до начала роста, опять легкий рост, одной свечой вниз. Не похоже на распределение, вероятнее всего, это какой-то тоже уровень, который поддерживают, уровень, к которому хотят, чтобы мы привыкли, и я думаю, от этого уровня будут вот эти панические подкупки поддерживать. По крайней мере, это очень выгодно маркетмейкеру, гораздо выгоднее, чем сейчас просто кидать вниз весь рынок, это не даст таких денег. Поэтому соображения по Риплу такие, пока я здесь набираю позицию, дальше буду смотреть. Думаю, вот эту консолидацию мы с вами, вероятнее всего, пробьем. Теперь хотел бы затронуть довольно важный момент, момент уровней. Люди очень сильно полагаются на уровень, но в криптовалюте я нашел одну закономерность. Смотрите, друзья, когда мы с вами торгуем там внутри тренды, когда нам не закидывают какие-то оверобъемы, по технике здесь все можно решать. Но, как показывает себя, в принципе, криптовалюта у нас, даже когда есть какие-то глобальные уровни, капитализация этих активов слишком маленькая. Действительно, этот рынок, по сравнению с тем же фондовым рынком, он очень маленький, им очень легко манипулировать. Поэтому не надо очень серьезно обращать внимание на уровни типа глобальные. Да, в момент, когда рынок спокоен, эти уровни отрабатывают на ура. Но вот я заметил один такой момент от маркетмейкера, если ему нужно пробить уровень, он его пробьет. Как у нас было, например, с уровнем 6 тысяч, что вниз, что с пробитием там от 4-4 тысяч, шестерки вверх. Потому что обратитесь к любому человеку, который занимается профессионально трейдингом. Он бы посмотрел на график биткоина и сказал пробить 6 тысяч сразу в одно движение Unreal. Мы по криптовалюте неоднократно видим то, что у нас эти уровни пробиваются. Поэтому надо очень отслеживать моменты, когда у нас залетают очень большие объемы. То есть, если действительно залетают какие-то большие объемы, не стоит слишком сильно уповать на уровни. Лучше либо находиться вне рынка, либо понимать, что даже доходя до уровня, лучше фиксировать не всю часть депозита. И действительно, сейчас я вам очень советую выставлять будильники по биржам, по уровням, по всем, чтобы смотреть, особенно по глобальным уровням, чтобы смотреть за тем, как ведет себя цена. В любом случае, мы с вами будем ловить очень серьезный откат, но на данный момент я пока не совсем большой смысл вижу в каком-то глобальном откате до уровня 6-5-5-100. Объясню, почему еще есть эйфория, еще можно собрать пассажиров. Я считаю, что гораздо лучше валить там с 9 тысяч долларов всю вот эту толпу, а то и даже выше. Потому что, ну просто объемов будет гораздо больше и крупнее, который будет разгружать позиции. Причем хочу обратить внимание, что он довольно долго накапливал позиции там за последние полгода. Я в каждом видео говорил то, что это явная фаза накопления, то есть действительно накапливались там большие объемы. Ну и зачем эти объемы лучше продавать на уровнях повыше и так как объемы большие, лить цену гораздо круче там вплоть до 50% в моменте. Поэтому относительно рынка все-таки считаю, что надо рассматривать его более бычьи, но стараться все равно. Вот дает какой-то он там оверрост, часть зафиксировали, дает оверрост, часть зафиксировали. Так вот, что мы сейчас прям полетим там на какие-то оверзначения, думаю, нет. Объяснем почему. Смысла в этом большого нету. Сейчас начали муссировать тему с халвингом. До халвинга еще, извините, вагон и маленькая тележка. Его еще ждать и ждать. Халвинг это вот у нас будет такой активный рост по халвингу где-то за полгодика до. Пока что это такая манипуляция, которая нацелена на два момента. Первый момент показать то, что актив не мертв. Второй момент действительно заработать на этом движении, потому что, извините, дурачков, которые сейчас опять на вот этих многолетних уже сколько, два года и вот, ну наконец-то, вот мы этого так ждали. И сейчас люди начнут опять влетать, советовать своим друзьям, знакомым и тому подобное. И это все будет рубиться. Ну я, по крайней мере, вижу ситуацию так. Если был полезен, поддержите видео лайками, оставляйте свои соображения в комментариях. Если не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Также еще раз напоминаю насчет колокольчика, потому что, ну, такие новости, мне кажется, лучше получать вовремя, чем через 3-4 дня после того, как я опубликовал видео. Такие же алгоритмы Ютуба, они никогда не показывают то, что я опубликовал видео. Даже вот ты знаешь, что у кого-то вышло видео, да, ты будешь искать этот ролик, он не будет даже показан тебе. Потому что, ну вот, алгоритмы Ютуба прощают, то есть они дают кому-то посмотреть из аудитории вот твой ролик. Типа, если ролик нормальный, они, он дальше другим рекомендуют из твоих подписчиков. Если у тебя есть колокольчик, то у тебя таких проблем нет. Ну и, соответственно, инстаграм-канал, правильно, канал? Я не знаю, инстаграм-страница. Ссылочки все в описании. До следующего выпуска работаем. Субтитры сделал DimaTorzok